Интеллектуальная платформа по контролю за международными почтовыми отправлениями может появиться в Беларуси и России. Этот вопрос рассмотрела коллегия Таможенного комитета Союзного государства. Поток интернет-торговли за последние несколько лет вырос в разы, и необходима новая система, которая позволит контролировать почтовые отправления как с точки зрения взымания необходимых платежей, так и предотвращения ввоза запрещенных предметов. Цифровые решения затронут и положение Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Интересы пожилых людей в Беларуси учтет национальная стратегия. Разработку нового документа анонсировал замминистра труда и соцзащиты Александр Румак. Комплексные документы затронут сферы социального обслуживания и поддержки населения, образования, здравоохранения. Стратегия должна учесть все потребности, в том числе желание профессиональной реализации тех, кому за 60. Сейчас в Беларуси около 2 миллионов 400 тысяч пожилых граждан. Это более 25% населения страны. Беларусьфильм закончил подготовку новой анимационной краткометражки «Лагодный волк». Мультфильм о том, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается, слабым, незачащенным. В основе фильма сказка писательницы Елены Маслоу. Современные герои заговорят голосами Виктора Манаева и Александра Ждановича. Лента прописана белорусскими афоризмами с титрами на русском и английском языках. Национальная киностудия представит анимационную сказку в октябре.